Первое царство, 17 глава. С одной стороны, а израильтяне — на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его пять тысяч сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его в шестьсот сиклей железа. И перед ним шел оруженосец. И стал он, и кричал к полкам израильским, говоря им, — Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, не филистимлянин ли я, а вы, рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, — Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышали Саул, и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались, и ужаснулись. Давид же был сын Ефрофянина из Вифлеема Иудина по имени Иесея, у которого было восемь сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами. Три старших сына Иесеевы пошли с Саулом на войну. Имена трех сыновей его, пошедших на войну, старший Елеав, второй за ним Аминадав и третий Самма. Давид же был меньший. Трое старших пошли с Саулом. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя сорок дней. И сказал Иесей Давиду, сыну своему, возьми для братьев твоих Ефу сушеных зерен и десять этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти десять сыров отнеси тысячу начальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их. Саул, и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иесей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и пришедший спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефы, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля, ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот, что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И отвечал Давид, «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, «Пусть никто не упадет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умершвлял его. И льва и медведи убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, и избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с прощою в руке своей, выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощею и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Аккарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили их стан. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска, «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал, «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь, «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул, «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид, «Сын раба твоего Иесея из Вифлеема».